В республике проходят отчеты правительства перед населением. Делегация вице-премьера Игоря Никифорова посетила Нерингринский район. Рабочая группа побывала во всех населенных пунктах района, а также провела заседания с работниками компаний «Колмар», «Мечел» и «Ингресс». Среди актуальных тем и вопросов, поднимаемых нерингринцами, стоимость авиабилетов, проблемы ЖКХ и переселение из аварийного жилфонда. Репортаж нашего корреспондента Галины Якимчак. Не первый год Игорь Никифоров в частном порядке встречается с пенсионерами района, которым по решению суда положен коэффициент 1,7. Однако на протяжении долгого времени эта проблема не находит своего решения. Единственной теперь надеждой на разрешение ситуации остается президент Российской Федерации или Госдума. Также жители нерингринского района беспокоят выполнение программы переселения. 2016 год для города Нерингре и поселка Серебряный Бор стал провальным. В первом случае недобросовестный подрядчик покинул объект, а во втором подрядчик сорвал все сроки строительства. Если бы в свое время министру не организовал комплексный подход по Серебряному Бору, там было бы еще все хуже. Но то, что подрядчик откровенно подвел, это да. И сегодня темп, который у него есть, последить трудно. Это зима. Он его покажет в апреле, в мае, в июне. Тогда, когда будет оставаться всего 4-5 месяцев. С вопросом по программе переселения к вице-премьеру обратилась жительница поселка Чульман. У меня есть квартира в поселке Чульман, в доме, который отнесен к ветхому аварийному жилью. Общая относится к аварийному жилью. Моя квартира не вошла в состав дома по программе переселения. То есть все квартиры есть, кроме моей. Игорь Никифоров пообещал разобраться в данной ситуации и принять все возможные меры по решению проблемы. Ответ, который я получила, я удовлетворена. Я разговаривала еще с заместителем министра по архитектуре и строительству. И у нас однозначен дополнительный разговор, дополнительная встреча. Однако не все присутствующие остались довольны ответами правительства. Мой опрос еще не решен. Мне позвонят, сказали. Практически недоволен. И почему? Потому что все в будущем. Мы заменим, мы обговорим, мы решим. Ну, ответами, конечно, доволен. Но вопросы они все задали. Однако, если проследить динамику традиционных отчетов правительства, то большинство вопросов, задаваемых нерюнгринцами, постепенно решаются. Это говорит смена приоритетов. Например, в этом году не прозвучало ни одного вопроса по заработной плате. В социально-экономической сфере наметились положительные тенденции. Перевыполнение плана по добыче угля и золота. Увеличение рабочих мест для нерюнгринцев. Решен вопрос по общежитию для студентов медколледжа. Построен спальный корпус для футбольной школы. Нерюнгринский район был экспериментальным районом по выдаче дальневосточного гектара. И необходимо сказать, что, в общем-то, эксперимент удался. Более того, положительной тенденцией Нерюнгрин, я считаю, именно района, является все-таки начало обеспечения врачей жильем для привлечения кадров. Часть консультаций граждан с представителями министерств и ведомств была отложена на два дня. В четверг делегация вернется из Алдана в столицу Южной Якутии, где сможет снова уделить время жителям Нерюнгринского района. Галина Якимчак, Виктория Харитонова, Вадим Барашков, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгрин.